Всем большой привет! Мы находимся на нашем сайте StockLans. Это сайт, где мы располагаем свои какие-то курсы, обучающие заметки и обучающие программы. И здесь у нас есть такая вкладка, как «Полезно знать». И здесь у нас есть стоковый календарь. Сейчас я вам покажу, как я, скажем так, некая у меня такая есть шпаргалка. Итак, в стоковом календаре расположены самые-самые популярные какие-то праздники. Допустим, первый день года, день сурка, день сестого Валентина, международный женский день. Это абсолютно самые-самые распространенные праздники. Тут всего лишь две странички. То есть, если распечатывать, это выйдет на одном листике с двух сторон. Итак, как я делаю, чтобы у меня была такая некая шпаргалка. Я выделяю этот календарь, нажимаю «Печать». Если надо зарегистрироваться, чтобы вот это выделять, на листике оно выглядит примерно вот так. И помимо того, что у меня появляются, допустим, Пасха, День смеха, самые какие-то распространенные дни, я, допустим, хочу его как-то сделать лично своим и вписать какие-то свои непосредственные дни, праздники, темы, которые мне необходимы. Допустим, сейчас я увлекаюсь индийской традицией, индийской культурой. И, допустим, про нее читаю, 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 да, то есть про традицию, про религию, про культуру. И у меня появилось желание нарисовать что-то подобное на стоках вот себя. Листаю, 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 и я дохожу до календаря. В каждой традиции, в каждой стране есть свои праздники, датировка, да, по каким-то значимым дням. Итак, я могу выбрать либо самые популярные дни, либо те, которые мне понравились. Например, вот Холли, праздник красок, да. Просто он уже есть на стоках, да, то есть это такой очень большой праздник. И, допустим, в марте, да, у меня здесь колонка Март, 21 марта я вписываю праздник Холли, да, индийская культура. И помимо того, что у меня тут какие-то стандартные праздники мартовские, да, у меня появляется непосредственно лично моя заметка, которая, скажем так, напоминает мне, что вот есть такой праздник в марте. Это не значит, что я мартовские праздники буду именно в марте рисовать, да, то есть я могу в январе нарисовать то, что, допустим, в июле, а в августе то, что в марте. Все эти праздники повторяются круглый год, поэтому абсолютно это не привязано к тому, когда я буду рисовать. Это просто мне шпаргалка, да, то есть какие вообще праздники, когда и где. То же самое можно набрать, допустим, китайская традиция или американские праздники. И то же самое сюда также вписать, да, там есть индийский праздник, американский, китайский, русский и так далее. И уже смотреть, то есть либо какая культура вам больше нравится, либо что больше продается, ну и так далее. Много плюсов, во-первых, расширения, да, какого-то просто эрудированности, кругозора, то есть мы знаем, узнаем, да, о разных традициях, о разных культурах, ну и параллельно мы это грузим на сток, да, мы развиваемся творчески и зарабатываем на этом денежку. Вот такой вот совет от меня. Надеюсь, он кому-то будет полезен.